Ольга Борискова, Татьяна Минаева Пламенный лёд Книга первая Пролог Дверь тренерской распахнулась, и в кабинет вошла девушка. Сидящий за столом человек поднял глаза, собираясь высказать внезапному визитёру всё, что о нём думает, и обомлел. Ксюша! Не веря в то, что это и в самом деле она, выдохнул мужчина. И тут же поднялся из-за стола. «Привет!» Гостя улыбнулась, изучая его лицо жадным взглядом. Морщинки на лбу стали более отчётливыми, на висках появилась едва заметная седина, но в целом он не изменился. Разве что стал ещё интереснее, будто прошедшие годы прибавили ему шарма, зрелости. «Ты как тут?» Он вышел на середину комнаты. В глазах плескалась неприкрытая радость. «Слышала, что ты остался без хореографа». Девушка открыла сумку и, немного покопавшись, вытащила из неё диплом. «Вот, теперь он у меня есть. Жень!» «Она стала более серьёзной. Возьмёшь меня на работу?» Евгений открыл диплом и внимательно изучил его. Затем опять посмотрел на Ксюшу. «У меня и в самом деле нет хореографа». «И?» Они некоторое время смотрели друг другу в глаза. «Уверена, что справишься?» Он отвёл взгляд первым. «Была бы не уверена, не пришла бы к тебе». Ксюша опустилась на стул и взглянула на Евгения снизу вверх. «Ты приходишь ко мне через...» «Сколько лет прошло, Ксения?» Он усмехнулся и покачал головой. «Восемь. Девять. Почти девять». Она на секунду застыла. Потом, будто согнав мимолетное оцепенение, вскинулась и, отбросив длинные волосы, спросила. «Ну так возьмёшь меня к себе?» «Ты всегда была настырной». Женя улыбнулся. «Давай попробуем. Если всё пойдёт хорошо, то так тому и быть». «Я тебя не подведу». Она расплылась в удовлетворённой улыбке. «Насколько я понимаю, у тебя сейчас совсем немного ребят катается». «Да. Решетникова с Самойловым Максом. Ещё одна пара, но они пока по юниорам. И ещё девочку я взял, одиночницу». «Ну, Макс с Алисой понятно», – отозвалась Ксения. «Юниоров я твоих тоже видела, талантливые ребята. И сразу заметно, что твои». Она усмехнулась. «А что за девочка? Я её знаю?» «Вряд ли». Евгений взял со стеллажа коробочку с чайными пакетиками и закинул один из них в кружку. В поисках достал вторую чашку и поставил на стол перед гостей. Лично, во всяком случае. А так наверняка слышала о ней. Это Меркулова. Она в четырнадцать выиграла юниорский чемпионат мира, а вот потом пропала. «Меркулова?» Настороженно переспросила Ксюша. «Лиза Меркулова? Сестра Серёжи?» «Да». Женя включил чайник. «Жень!» А задача напротянула Ксения. «А ты не боишься?» «Мы все профессионалы», проговорил Евгений и, вытащив из тумбочки пачку печенья, положил на стол. «То, что было в прошлом, не должно мешать продвижению к цели. Ребята это прекрасно понимают». «Да, не должно». Она с грустью наблюдала за тем, как он разливает воду по чашкам. «Не должно». Повторила одними губами, когда он отвернулся, ставя чайник на прежнее место. Ксюша не видела тоскливого взгляда, которым смотрел на неё Евгений, и, погружённая в собственные мысли, не услышала его вздоха. «Расскажешь, как ты жила всё это время?» спросил он, выводя Ксюшу из задумчивости. «Расскажу». Она провела пальчиком по краю чашки. «Только тогда нам будет нужно много чая». Глава первая. Москва. Сентябрь 2015 года. Девушка оттолкнулась ото льда и сразу же поняла, что тройной прыжок не выкрутит. В итоге тулуп получился в два с половиной оборота. А дальше Лиза и вовсе не смогла удачно выехать и упала. «Замечательно. Если она начнёт заваливать такие элементы, как этот, то о чём может вообще идти речь? Лучше сразу объявить о завершении карьеры и повесить коньки на гвоздь». Лиза поджала губы и поднялась со льда, отряхнула штаны и потёрла ушибленное бедро. Уже собралась снова пойти на прыжок, как стоявший у бортика мужчина махнул ей рукой. «Лиза, давай сюда!» Он ещё раз махнул ей. Она вздохнула и повиновалась. Евгений Александрович Миронов взял её к себе в группу всего 4 месяца назад. И она очень надеялась, что переход к знаменитому тренеру выведет её на новый уровень катания. Точнее, вернёт к старому. Миронов, казалось, всегда знал, что делает сам и чего хочет от других. По сути, так оно и было. От него веяло уверенностью, основательностью. Двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр в Нагана. Закончив спортивную карьеру, он стал отличным учителем, наставником. Высокий, подтянутый. В свои сорок с небольшим этот мужчина по-прежнему был полон сил и жизненной энергии. «Лис, иди немного позанимайся в зале, а потом домой». Женя осмотрел спортсменку с ног до головы. «И отдохни, пожалуйста, как следует». «Может, я ещё покатаюсь?» Она заправила за ухо выбившуюся прядь белокурых волос. «А потом уже в тренажёрку». «Нет». Тренер открыл дверку и кивком головы указал Меркуловой на выход. «Достаточно на сегодня. Я понимаю, что ты хоть всю ночь на катке сидеть можешь. Но это на пользу тебе не пойдёт, поверь. Твоя проблема в том, Елизавета, что ты пытаешься унести больше, чем можешь. Ты не умеешь рассчитывать силы». «Хорошо». Лиза нехотя покинула лёд. Надела на лезвия голубые чехлы. Она была недовольна и в первую очередь недовольна собой. Если так дело пойдёт дальше, то на чемпионате России ей однозначно грозит одно из первых мест. Жаль только, что с конца. «Лиза», – окликнул подопечную тренер, а когда та обернулась, проговорил. «Ты молодец. Пока не всё гладко, но мы это поправим». Она вяло улыбнулась. «Хотелось бы. Уж она-то точно все силы приложит для того, чтобы добиться результата». «Весь каток отшлифовала». Лиза уже подходила к раздевалке, когда за спиной у неё раздался полный язвительного пренебрежения мужской голос. Она мысленно сосчитала до пяти и заставила себя обернуться. Так и есть. Максимилиан Самойлов собственной персоной. А она-то уже надеялась, что сегодня покинет школу спокойно. «Задница перевешивает». Он усмехнулся, смерив её небрежным взглядом. «Я со своей задницей сама как-нибудь разберусь». Она не собиралась ему отвечать. Вообще не собиралась. И всё-таки не смогла сдержаться. Ведь знала, что только хуже будет. Нет бы молча прошла. Так какой там? «Да видел я, как ты разбираешься». Макс ещё раз окинул Лизу взглядом. «Побольше за собой смотри». Она развернулась и поспешно скрылась за дверью раздевалки. И без того паршивое настроение ушло в глубокий минус. Лиза быстро сменила коньки на кроссовки, умылась, сделала несколько глотков воды и направилась в зал. Видел он. Вернувшись домой, она скинула на пол объёмную спортивную сумку и стащила с ног кожаные туфли нежно-фисташкового цвета. Маленькая однокомнатная квартира встретила её тишиной. Меркулова прошла в ванную и вымыла руки. Немного подумав, решила полежать в тёплой воде, чтобы расслабиться и разогнать гнетущие мысли. Пока ванная набиралась, Лиза съела творожок, большое яблоко и даже успела заглянуть на свою страничку в соцсети. Подписчиков у неё, как и у всех маломальски проявивших себя фигуристов, было порядочно, а вот друзей совсем мало. Да и те и остались в Швейцарии. Порой ей казалось, что она безумно скучает по всему, что осталось в прошлом. Но в такие вечера, как сегодня, даже скучать сил не было. Лиза выключила компьютер и пошла в ванную. Высыпала в воду горсть морской соли. В зале она провела почти два часа. Вначале беговая дорожка, потом велотренажёр, а ещё упражнения для пресса. Миронов, скорее всего, не одобрил бы её усердий. Отправил домой раньше. Но Лиза с детства знала, что для того, чтобы получить результат, нужно работать. Не просто работать, а впахивать. Да она и не могла иначе. Фигурное катание родители отдали девочку, едва то исполнилось четыре года. И с этих пор вся её жизнь была подчинена спорту. Трудолюбие со временем принесло свои результаты. В 14 лет Лиза выиграла чемпионат.